Депутатам представительных органов сельских поселений на постоянной основе упростят порядок декларирования доходов. Законопроект о внесении поправок в окружной закон о противодействии коррупции в Ненецком автономном округе парламентарии региона рассмотрели на заседании постоянной комиссии по госустройству и местному самоуправлению. В июле текущего года были приняты поправки в федеральное законодательство в части упрощения порядка декларирования доходов депутатов сельских поселений, осуществляющих полномочия на непостоянной основе. Подразумевает, что если такие депутаты не совершили в отчетном периоде, то есть отчетный год сделок, которые бы превышали сумму, общую сумму дохода такого депутата, его супруги, супруга за три года предшествующих, то они вправе не представлять сведения о своих доходах, расходах о его имуществе, а соответственно просто уведомить высшее должностное лицо. И порядок такого уведомления федеральный законодатель определил, дал полномочия по принятию такого порядка региональному законодателю. В этой связи соответствующие изменения вносятся в окружную закон о противодействии коррупции. Также законопроектом предусмотрен порядок уведомления губернатора округа в случае отсутствия совершения таких сделок. Возле 30 апреля такие лица уведомляют губернатора через структурное подразделение аппарата администрации, на которое возложили функции по противодействию коррупции. И форма уведомления будет утверждаться губернатором. Почему сделали на губернатора? Ну, здесь были консультации непосредственно с аппаратом администрации, с комитетом по противодействию коррупции. И губернатор поддержал нас, что уж форма уведомления будет иметь самостоятельно определяться. Как отметил председатель комиссии Александр Чурсанов, собрать большой пакет документов о своих доходах и имуществе депутатам представительных органов в муниципальных образованиях было проблематично с учётом объективных причин, таких как отсутствие в удалённых сельских поселениях отделений кредитных организаций для получения справок. Федеральные изменения упростили порядок декларирования доходов. По результатам рассмотрения вопроса комиссия рекомендовала комитету принять законопроект сразу в двух чтениях. Ирина Никешина, Владислав Носкин, Телеканал Север.